Куда мне идти работать? В обычную парикмахерскую или в салон красоты? А я ведь начинающий мастер! Всем привет! Коллеги, вы знаете, я вот, честно говоря, весьма удивляюсь многим начинающим мастерам, которые почему-то считают, что я вот начинающий мастер, а что мне идти работать в парикмахерскую? Ну, то есть, постоянно удивляются тому, что кому-то придется работать в обычной парикмахерской. И вообще, знаете, вот эти удивления начинающих мастеров, которые вот только-только закончили парикмахерские курсы, зачастую не осознают того, что каждый начинающий мастер, который хорошо выучился в колледже для парикмахеров, в парикмахерском колледже или просто в школе для парикмахеров, в любом случае идет работать сначала в парикмахерскую. Причем идет в парикмахерскую работать не набивать руку, а именно работать. Потому что вот эти темы, когда вот куда мне пойти набивать руку, вы знаете, честно говоря, это неправильно. Идти в парикмахерскую, да неважно, парикмахерский, салон красоты, барбершок, набивать руку. Прежде чем идти работать, вы должны быть уверены, что вы делаете те или иные работы очень хорошо. Даже я бы сказал бы на отлично, вас вообще не должны отпускать с учебного заведения без соответствующей бумажки, где четко написано, что мелирование вы делали на отлично, стрижки вы умеете стричь, там, мужские стрижки вы тоже стрижете, женские стрижки, прически, окрашивание, вы все делаете на отлично, и тогда вы идете, да, в, там, обычную парикмахерскую, салон красоты, называйте, как хотите. Я, когда отучился много лет тому назад, я, да, пошел в парикмахерскую, моя стрижка стоила, как сейчас, помню, 250 рублей, и я в этом ничего такого плохого не видел, и здесь ничего плохого в этом нет. Поэтому, если вы нашли место в парикмахерской, или вас приглашают туда, как уже человека, у которого, ну, что-то получается, вы понимаете, как производить окрашивание, то есть у вас получается делать укладки, локоны, тогда вы идете и, собственно, работаете, нарабатываете себе клиентов, и вы, собственно, становитесь мастером. При этом, при этом не нужно бежать, арендовать себе кресло, это я вот тоже, кстати, хочу предупредить, потому что я вижу, что многие новички считают, что сейчас я отучусь, буду тут грести, стричь бабло, грести, стричь бабло, просто у меня будет сейчас куча клиентов. На самом деле это тоже неправильно. Я после, допустим, школы для обучения идти на аренду. Во-первых, вы должны для себя понять и осознать, что прийти работать в салон красоты или в парикмахерскую, вам, что это вам даст? Вам, прежде всего, это даст ответственность, вам это даст общение в коллективе, потому что зачастую многие, кто переходит на аренду, все работают на расслабоне. Когда хотят, приходят, когда хотят, уходят. Ну, то есть, нету какой-то ответственности даже перед самим собой. И то, и то. Ну, какие у вас будут клиенты, если учесть тот факт, что вы начинающий специалист? Да, я, конечно, допускаю, что, возможно, вы выучились, и вы реально круто стрижете, круто красите, но в любом случае вы начинающий человек. Конечно, встречаются такие люди, у которых вот просто вот все в руках горит, все получается просто идеально. Такие люди есть, я таких людей даже знаю и помню, когда я учился. Реально такие люди существуют, у которых вот реально все-все-все получается очень круто. Вот, ну, если вы, конечно, такой мастер, то это, конечно, здорово. Но при этом набрать свою целевую аудиторию у вас, к сожалению, на аренде не получится. Ну, окей, может быть, у вас там полдвора, все знают, что вы пошли учиться на парикмахера. Да, вы можете пойти и снять в аренду, если вы знаете четко, что за вами пойдут клиенты. Но я считаю, что если вы новичок, если вы начинающий мастер, то лучше всего пойти и начать работать в салоне красоты. И здесь, я считаю, ничего в этом такого нету. Ну, или в парикмахерскую. Да и вообще, друзья мои, я считаю, что будет очень круто, если вас, начинающего специалиста, возьмут в парикмахерскую или в салон красоты. Неважно, главное, чтобы вас взяли на работу. Ведь многие, как я вижу из сигналов из соцсетей, многих не берут на работу по причине того, что, типа, вот, я начинающий мастер, как мне найти работу, это целая головная боль. Поэтому берут вас на работу, супер. Берут вас там в барбершоп, в какой-то там самый простецкий или в какую-то мужскую парикмахерскую, супер. Работайте, нарабатывайте практику, нарабатывайте навык общения с людьми, нарабатывайте навык вообще в понимании, что такое волосы, анализируйте волосы, изучайте волосы именно по структуре, что это за волосы, там, допустим, густые волосы, тонкие волосы, что на этих волосах можно стричь. Экспериментируйте с текстурой, пробуйте. Соответственно, после этого у вас, естественно, будет понимание, какие у вас волосы, что здесь можно стричь, а что нельзя на данных волосах. Это тоже практика, это тоже очень важный момент в нашей творческой профессии. И самое главное, что я считаю, что каждый начинающий мастер, он должен, даже просто обязан идти работать в парикмахерскую и не бояться этого, что типа, ну, я работаю в парикмахерской, и что? Тут нет ничего такого зазорного. Поэтому, друзья мои, я желаю вам только творческих побед, работайте, ищите себя, старайтесь искать ту нишу, которая вам понравилась. Допустим, если вам нравится ниша причесок, вы поняли, вы осознали, что вот вы проучились на мастера, и вам вот реально хочется быть мастером по прическам. Вот вы поняли, вот я, вот все у вас, вот, ну, вот, вы понимаете, вот кудри ваши, там, не знаю, шпилечки-невидимочки ваши. То есть вы это все понимаете, значит, идите и начинайте развиваться в этом. Заведите свой инстаграм. А вообще, кстати, я вам хочу сказать, что когда вы только начинаете учиться на мастера, я бы сразу вам сказал, заводите свой личный инстаграм начинающего мастера. Ну, а для чего это нужно? Ну, могу записать отдельное видео, если кому-то это интересно. Инстаграм начинающего мастера. Поэтому пишите комментарии, если вам это интересна тема. Я посмотрю, насколько кому это интересно. Если там это видео там наберет какое-то количество лайков, или, ну, так сказать, 100 лайков наберет это видео, то я запишу видео, почему нужен инстаграм начинающему мастеру. Вот. И если вы определились с нишей, в которую вы хотите развиваться, то, я вас уверяю, у вас все обязательно получится. Главное, любить эту работу, подходить ответственно к этой работе и осознавать, что это ваша профессия, и вам в ней комфортно работать. Потому что очень много людей, которые начинают работать в этой профессии, зачастую разочаровываются, потому что очень сложно работать с людьми, общаться с людьми, и у кого-то там начинают конфликты возникать по причине того, что да я вот это не знаю, этого не буду, это не хочу и так далее. И отсюда многие уходят из профессии. Поэтому не забудьте, кстати, подписаться на мой канал, не забудьте поставить лайк этому видео и посмотреть какое-нибудь рекомендованное видео. Ну, а с вами был Дмитрий Каждан. До новых встреч. Пока-пока.